Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Кисаева Ирина, и я являюсь представителем федеральной компании «Этажи». И сегодня мы поговорим о том, как узаконить перепланировку. Увеличить размер коридора, соединить балкон и кухню, обустроить гардеробную. При желании можно сделать свою квартиру более удобной и уютной. Однако большинство таких перепланировок предполагает получение специального разрешения. Как его оформить, расскажем в пошаговой инструкции. Когда нужно согласовать перепланировку. Вкратце, разрешение нужно получить, если вы собираетесь. Устанавливать другое оборудование, например, газовую плиту вместо электрической или душевую кабину вместо ванной. Менять систему отопления, водоснабжения, газоснабжения и вентиляции. Менять границы помещений, стены, перегородки, оконы и дверные проемы, конструкции полов. Ломать стены и строить перегородки, делать или наоборот, заделывать проемы. Да, и если стены не несущие, тоже. Да, даже перегородки из гипсокартона. Менять конструкцию полов, если дом с деревянными перекрытиями. Делать антресоль, но не больше 40% от площади помещения. Для получения разрешения на перепланировку, вам необходимо принести в жилищную инспекцию пакет документов. Можно подать документы в МФЦ или на сайте госуслуг. Если дом представляет историческую и культурную ценность, то эти же документы нужно отнести в департамент культурного наследия. Ответ вам обязаны предоставить в течение 45 дней. Если все оформлено правильно, вы получаете разрешение. После получения разрешения, начинайте перепланировку. Срок действия разрешения ограничен. В разных регионах он отличается и составляет от 12 до 18 месяцев. Спустя это время он утратит силу, независимо от того, реконструировали ли вы объект или нет. Когда работы будут закончены, нужно подтвердить, что вы все сделали в соответствии с проектом. Поэтому придется посетить еще несколько инстанций. БТИ, Бюро технической инвентаризации. Специалист этой организации следит за тем, чтобы внесенные изменения соответствовали проектной документации. При отсутствии замечаний собственнику жилья в течение 10 дней выдается акт приемки. Кадастровый отдел. Сюда предоставляется полученный в БТИ акт. На его основании делается паспорт жилого объекта, в котором отражается перепланировка помещений. Занимает эта процедура 30 дней. Управление государственной регистрацией кадастро. Здесь регистрируется паспорт и оформляется документ, подтверждающий право собственности. Если квартира куплена в ипотеку, нужно будет получить разрешение банка. Что будет, если не узаконить перепланировку? Чтобы избежать проблем, лучше не делать перепланировку без предварительного согласования. Рано или поздно все равно придется получить разрешение плюс оплатить штраф. Согласно жилищному кодексу, уже проведенная перепланировка может быть зарегистрирована только через суд. В эфире телеканал Архиз 24. С вами была Кисаева Арина. До встречи!